Здравствуйте дорогие подписчики! Вы смотрите еженедельный обзор главных аграрных новостей. Сегодня мы расскажем, как правительство собирается сдерживать цены на удобрения и масло, сколько будет стоить тушка цыпленка-бройлера и каким на самом деле был вклад подорожания зерна в продовольственную инфляцию. Все подробности дальше в выпуске. Минсельхоз России предложил производителям удобрений зафиксировать цены на них на 2-3 месяца. на время весенних полевых работ. Дмитрий Патрушев отметил, что считает справедливой цену, равную уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции. Напомню, что все эти разговоры ведутся на фоне проверки Федеральной антимонопольной службы, которая собралась выяснить, насколько был обоснован рост цен на удобрения в начале этого года. Российская ассоциация производителей удобрений в свою очередь отметила, что считает ненужными какие-то дополнительные меры по сдерживанию цен, поскольку производители удобрений и так придерживаются методики рекомендованной фаз. В результате на внутреннем рынке минеральные удобрения всегда стоят на 20-30% ниже, чем на мировом рынке во время всплеска цен. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе парламентских слушаний в Госдуме отметил, что удобрениями наши аграрии будут обеспечены в полной мере и сейчас внутренняя цена как минимум на 10% ниже экспортной. Очень тревожную новость на прошлой неделе мы услышали из уст министра экономического развития Максима Решетникова. Общаясь с президентом, он сообщил, что Кабмин готовит еще одну плавающую пошлину, теперь уже для подсолнечного масла. Этот механизм он также назвал демпфером и сделан он будет по аналогу зернового демпфера. То есть, грубо говоря, подсолнечное масло обложат очередной плавающей пошлиной, которая будет включаться при достижении определенной базисной цены. Однако никакой конкретики правительство пока не сообщает. Но эта новость, конечно, для всех нас очень тревожная. Почему? Потому что пошлина на экспорт масла вкупе с фиксированными ценами внутри страны нанесет огромный удар по маслоэкстракционным заводам. Глава масложирового союза Михаил Мальцев оценил возможные убытки в 19 миллиардов рублей. Но, конечно, маслозаводы не будут работать себе в убыток. Скорее всего, им придется снижать закупочные цены на подсолнечник, а также повышать цены на шрот. Ведь когда правительство не дает заводам зарабатывать на экспорте масла, они начнут зарабатывать на внутреннем рынке. Чем это к нам грозит? Пока неизвестно. Трудно делать какие-то прогнозы по ценам на подсолнечник. Однако, буквально за несколько дней до того, как Максим Решетников сообщил о плавающей пошлине, агентство Савэкон прогнозировало рост цен на подсолнечник на 10% как минимум. Дело в том, что снижение цен закупочных на подсолнечник остановилось. И на прошлой неделе они укрепились где-то на 625 рублей, достигнув цены 42,5 тысячи рублей за тонну подсолнечника. Подсолнечное масло также дорожает на мировом рынке вслед за всеми другими растительными маслами. И сейчас экспортная цена на российское подсолнечное масло оценивается на уровне 1500 долларов за тонну на условиях ФОП глубоководные порты. На внутреннем рынке котировки достигли значения 101 тысяча 800 рублей за тонну с НДС. Интересно, что Владимир Петриченко, глава аналитического центра Прозерно, считает, что внутренние цены на подсолнечное масло должны быть при нынешней конъюнктуре гораздо выше. Они должны достигать где-то 110-120 тысяч рублей за тонну. И только благодаря соглашению о фиксации цен в России масло стоит значительно дешевле. Удивительно, но факт. Новость о введении демпфера для подсолнечного масла появилась буквально спустя два дня после того, как Банк России обрушился с критикой на зерновой демпфер. Центробанк выпустил ежемесячный бюллетень, о чем говорят тренды, где отдельная публикация была посвящена влиянию зернового демпфера на российскую экономику. Доводы, изложенные Банком России, в принципе, вам известны. Чем грозит зерновой демпфер? Растеневоды могут отказаться от выращивания пшеницы в пользу других культур. Снижение доходности растеневодства в долгосрочной перспективе произойдет обязательно. Кроме того, аграрии утратят такой естественный механизм защиты от низких урожаев. Когда мы собираем мало пшеницы, то цена на нее обычно растет. И таким образом, даже при низкой урожайности, растеневоды имеют неплохую выручку. Кроме того, Банк России отметил, что зерновой демпфер работает только в одну сторону. То есть, когда на мировом рынке цены растут, то на внутреннем рынке их держат на поводке. А вот если на мировом рынке цены обрушатся, то внутри России крестьяне не будут застрахованы от этого падения. Никто им ничего не выплатит. Но нас заинтересовал вот еще какой пункт. Банк России подсчитал, что удорожание или наоборот удешевление зерна на 10% приводит к тому, что индекс продовольственных цен растет или напротив падает на 0,1%. Центробанк подсчитал, что в 2020 году вклад удорожания зерна в продовольственную инфляцию составил всего 0,2-0,3%. То есть, этот вклад был практически минимальным. Стоило ли при таких условиях водить зерновой демпфер? Этим вопросом задаемся не только мы, но и глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. На днях он выступал на парламентских слушаниях и заметил, что в 2020 году продовольственная корзина подорожала почти на 800 рублей. Это более чем на 10%. Однако дорожала она не столько из-за зерна, из-за крупы, макарон, хлебобулочных изделий, сколько из-за роста цен на фрукты, овощи, мясную и молочную продукцию. Вот фрагмент выступления. Если посмотреть внимательно на структуру, что же в основном представляет из себя за продовольствие эти почти 800 рублей превышений, то мы увидим, что в большей степени сюда львиной долей входят фрукты, овощи, мясо, молоко. То есть, вот шум в отношении хлебобулочных изделий, он представлен совсем небольшим процентом, уровнем 5%. Это мы говорим лишь только о том, что когда принимаются решения на уровне правительственном, на уровне законодательном, необходимо самое широкое обсуждение этой темы, используя экспертное начало, используя самую системную работу, это встречи с нашими фермерами, руководителями, коллективами крупных хозяйств, средних хозяйств, наших СПК. Слушайте, позавидовали. У села вот масло, семена дают большую прибыль. Вы посмотрите уровень рентабельности у нас с вами по селу. И мясо красное, и многие другие вещи находятся в минусовой зоне. И только с небольшой дотацией вот кое-что там мы держим на уровне рентабельности в динамике положительной. Но, друзья, если мы бы зарплату сделали на уровне, все село было бы в убытке. Неужели, как слоны в посудной лавке, когда начинаем обеспокоенными быть по поводу вот того, о чем мы говорим с вами, в росте этих цен нельзя видеть суть этого вопроса? Неужели надо обидеть опять рыжего, самого несчастного крестьянина, который без зарплаты, у которого нет дороги, газа, который живет в этих условиях дремучих? Неужели только он, бессловесный, может вынести это все и вся? Отмечу, что продовольственная корзина подорожала на 10%, а в целом инфляция в 2020 году составила 4,9%. Полное выступление Владимира Кашина вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Торговые сети и крупнейшие производители мяса птицы договорились не поднимать цены на тушки цыплят-бройлеров, пишет коммерсант. По данным издания, соглашение в устной форме было заключено между Ассоциацией компании розничной торговли, а также Национальным союзом птицеводов, который объединяет таких производителей, как, например, Черкизова, Прода и Ресурс. Речь в соглашении идет об уровне отпускных цен в районе 145 рублей за килограмм. Отмечу, что это отпускные, а не розничные цены. Договоренность, пишет коммерсант, никак юридически не закреплена и носит неформальный характер. Однако птицеводы всерьез обеспокоены возможным государственным регулированием. И вот, например, Российский птицеводческий союз на прошлой неделе также дал своим членам рекомендации по сдерживанию цен. Глава Росптицы союза Галина Бобылева отметила, что производителям стоит сфокусироваться на производстве продуктов с меньшей добавленной стоимостью и не производить определенные продукты из птицы, которые требуют дорогостоящей переработки. Однако эксперты аграрного рынка смотрят на такие предложения с сомнением, потому что многие производители работают на качество, на бренд, и в последний момент менять, например, упаковку на более дешевую они вряд ли будут. Однако рост цен на птицеводческую продукцию очень велик, и по данным Росстата с февраля 2020 года к февралю 2021 года цена на мясо птицы выросла почти на 13%. По традиции закончу выпуск позитивной новостью. Парламентская газета на прошлой неделе сообщила, что теперь пчеловоды смогут заходить в леса и размещать там свои ульи и пасеки совершенно бесплатно, и даже не заключая никаких договоров аренды. Достаточно будет просто показать разрешение на свою деятельность и в течение полугода пользоваться любыми лесами, находящимися в государственной или муниципальной собственности. До сих пор пчеловодам нужно было обязательно заключать договоры аренды, и многие этого избегали, а потому размещали свои пасеки нелегально, либо вообще отказывались от разведения пчел. Теперь же заходить в леса можно будет свободно, бесплатно. И это очень хорошая новость. Как вы помните, с 1 января 2019 года всем гражданам России правительство разрешило бесплатно собирать валежник. Теперь можно бесплатно собирать мед, и это, конечно, огромный шаг к демократизации нашей страны. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, как ваши озимы пережили последние, я надеюсь, в этом году заморозки. Оставайтесь с нами, будьте здоровы!